Добрый день, друзья! Сегодня мы разберём второй текст из 14-го урока учебника Мирошенкова и Фёдорова. Здесь у нас отдельные предложения. Итак, первое. Vita brevis, art longa. Vita – жизнь. Brevis – короткая. Vita brevis – это как раз прилагательное, которое относится к третьему склонению. Vita brevis – brevi. Прилагательное двух окончаний. Здесь это у нас женский род, поэтому brevis – номинатив. Вот, art longa. Искусство одно. Искусство длинное. Ну, как бы, искусство оно женского рода, поэтому согласуется longa. А longus – это обычное прилагательное, которое относится либо к первому, либо ко второму склонению. Здесь, поскольку женский род, то первое склонение. Значит, жизнь короткая, искусство длинное. Второе. Omnis ars – natura imitatio est. Опять у нас слово ars – искусство, которое у нас женского рода. Omnis – всякое. Это прилагательное omnis – omne. Тоже относится к третьему склонению. И тоже двух окончаний. Здесь omnis, потому что женский род, номинативус, сингулярис, согласуется с ars. Значит, любое искусство est – есть, что imitatio – подражание, подражание чему, натурой. Это может быть либо генетив, если подражание, как бы, чего, либо датив, то есть подражание чему. А окончание будет, в любом случае, i – одно и то же, потому что первое склонение. Значит, любое искусство – есть подражание природе. Третье. Третье. Fortem – fortuna adjuvat. Fortuna – удача. Adjuvat – помогает. Помогает кому? Fortem – это прилагательное fortis forte. Третье – тоже третье склонение, тоже двух окончаний. Здесь у нас окончание – m, потому что это форма аккузатива. Сильному. Сильному удача помогает. Четвертое. Sapienti – сад. Сад – это переводится как достаточно кому. Sapienti – это форма датива от sapiens, умный, sapiens – это прилагательное одного окончания, то есть и мужской, и женский, и средний род в номинативе. Сингулярис будет вот так, sapiens. Значит, умному достаточно. Пятое. Pares – comparibus vetere proverbio faceli congregantur. Pares – это от прилагательного par – это прилагательное третье склонение одного окончания. Во всех родах будет в номинативе именно так. Здесь это nominativus pluralis, потому что окончание – s. Par – равный, значит, равный – e. Cum – comparibus. Предлог cum всегда требует за собой облатив. И вот здесь – ablativus pluralis. То есть равный вместе с равными – vetere proverbio по старинной пословице. А vetere – это от прилагательное vetus, прилагательного одного окончания третьего склонения, в форме облатива, потому что вот оно вместе – vetere proverbio – это ablativ. По старинной пословице – факели легко, congregantur – это, как говорят, окончание формы пассива – собираются. То есть равные с равными по старинной пословице легче собираются. Ну, в смысле договариваются. Шестое – sero venientibus osa. Sero – это поздно. Venientibus – это от veniens. Veniens – это причастие настоящего времени, от venio, то есть приходящий. А здесь у нас окончание – e. Бус показывает, что это либо дативус, либо ablativus pluralis. В данном случае это дативус pluralis, то есть поздно приходящим. Осса – кости. Это, получается, номинативус pluralis. То есть кости как бы достаются поздно приходящим. Седьмое – non omnia possumus omnes. Здесь нам встречается прилагательное omnis, omne, всякий, относится к третьему склонению, прилагательное двух окончаний. Подлежащее у нас здесь – omnes. Оно значит «все». Это номинативус pluralis. Все. Possumus. Мы можем. Non omnia. Не все. Омния – тоже это, соответственно, от omnes omne – это accusativus pluralis среднего рода, потому что, ну, само по себе оно. То есть мы все не все можем. Восьмое – galia est omnis divisa imparte stress. Galia – galia est divisa. Поделена. Соответственно, это perfect passiva. Galia – omnis. Вот опять у нас прилагательное omnis. Галя женского рода, поэтому окончание – is. Значит, вся galia поделена in partis tres на три части. Pars – partis часть. Здесь это accusativus pluralis. Галя вся поделена на три части. Девятое. Latrante uno. Latrat statiem et alter canis. Ищем подлежащее. Canis – собака. В смысле, мужского рода, пёс. Latrat – light. Alter. Другой. Ну, соответственно, статем сразу. То есть лает сразу и другая собака. И когда? Latrante uno. Это ablativeus absolutus. Соответственно, вот у нас uno стоит в ablative. Или окончание здесь – o. То есть когда одна, latrante, вот latrans, при части настоящего времени. При, дословно будет, при лающей одной, лает сразу и другая собака. Ну, на русский красивый, может быть, когда лает одна, лает сразу и другая собака. Десятое. Homo sapiens. Ну, здесь всё понятно. Человек разумный. И, собственно, в этом уроке здесь эта фраза появляется, потому что sapiens – это прилагательное одного окончания. Во всех родах номинатив будет вот такой. Человек разумный. Одиннадцатое. Omnia mea me cum porto. Porto. Я ношу. Ношу. Что? Omnia mea. Все свои. Аккузативы сплюрались. Ну, на русский мы переводим «всё своё». Здесь множественное число. Я ношу все свои, как бы, вещи, мэ cum вместе с собой. То есть, всё своё ношу с собой. Двенадцатое. Persias. Aproping quantibus. Lakedaimoniae. Thermopilus. Acopaverunt. Начинается с Ablatibus absolutus. Вот здесь. Persis. Ablatibus pluralis. Персы. То есть, когда персы. А пропинку приближаться. Значит, когда персы приближались. И то, и то у нас стоит в Ablatibus pluralis. При приближающихся персах. Lakedaimoniae. Lakedaimoniae. Acupaverunt. Заняли. Это перфект. Множественное число. Третье лицо. И заняли что? Thermopilus. То есть, фермопилы. Это акузативус pluralis. Множественное число. Потому что фермопилы. Не множественного числа. И все вместе мы переводим. Когда персы приближались. Lakedaimoniae. Заняли фермопилы. Тринадцатое. Alienos agres irigas. То есть, ситиентибус. Иригас. Ты. Рожаешь. Рожаешь что? Alienos agres. Чужие поля. Акусативус pluralis. То есть, ситиентибус. Ситиенс. А это... Вот. Глагол иссыхать. Причастие настоящего времени. Который стоит в... Аблативус pluralis. И я так понимаю, что здесь это... Получается вот эта штука. Это аблативус абсолютis. То есть, при том, что твои иссохшие. Значит, чужие поля ты орошаешь, при том, что твои иссохшие. Четырнадцатое. Стихотворение Вергилия. Те дулькиис конъюнкс, те сол лин литеры секум. Те виниенти дие, те декеденты канебат. Ищем сказуемое, потому что подлежащего здесь нету. Вот оно канебат. Он пел темперфект. Вот глаголы кану. Он пел тэ о тебе. То есть, это аблатив. Дулькис конъюнкс. Дулькис прекрасный. Это прилагательное двух окончаний. Дулькис дульке. Значит, здесь это женский род, потому что конъюнкс. Это жена. То есть, прекрасная жена. Получается обращение. Значит, о тебе, прекрасная жена. О тебе, опять ты. Соло ин литеры секум. Я так понимаю, что ин соло. Литеры. То есть, на уединенном берегу. Мне кажется, что соло зависит от литеры. Это аблатив. Литеры от литус, берег. То есть, на пустом, уединенном берегу. Секум. Сам с собой. Значит, пел о тебе. Тэ. Опять облатив. Вене анти диэ. Это облативус абсолютус. То есть, тут опущено опять то же самое диэ. Вот венео приходящий. Диэ день. То есть, когда день наступал. Тэ. Опять Тэ. О тебе. Облатив. Декидентэ. Это тоже часть облативус абсолютус. То есть, тут опущено опять то же самое диэ. Когда день заканчивался. Вот это вот у нас здесь. Декидентэ. Заканчивается. Заканчивающийся. Ну, день опущен. То есть, когда день заканчивался. Значит, мы переводим это. О тебе, прекрасная жена. О тебе, на уединенном берегу. Сам с собой. О тебе, когда наступал день. О тебе, когда день заканчивался. Он пел. Вот. На этом 14-й урок заканчивается. В следующий раз мы перейдем к 15-му уроку. Так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Если вы что-то недопоняли или заметили, что я где-то облажалась, пожалуйста, пишите в комментарии. И спасибо за просмотр.